В эфире телеканала Кубань 24 программа на стороне закона, а значит в ближайшие несколько минут актуальные криминальные новости и советы как не попасть в беду. Здравствуйте. Тщательно пролит и прополот образцовый пылесадник с коноплей обнаружили полицейские в одном из дворов Красноармейского района. Плантацию удалось найти во время проверки полученных сведений. Кроме кустов наркосодержащего растения, которых, кстати, оперативники насчитали три десятка при обыске дома и хозпостроек, во дворе правоохранители обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения, рассосованное в 9 5-литровых бутылок и комкообразное вещество темно-коричневого цвета с запахом конопли. Все это принадлежало 64-летнему местному жителю. Как выяснилось, после проведенной экспертизы у мужчины конфисковали более 2,5 килограммов марихуаны и 6 граммов гашиша. Кроме того, у наркобарона из Красноармейского района обнаружили целый неучтенный арсенал оружия, боеприпасы и три металлические банки с сыпучим веществом. Эксперты подтвердили, что все изъятые полсотни патронов пригодны для стрельбы. Осыпучее вещество не что иное, как порох, массой более 250 граммов. Оружие это переделаны из сигнального в боевой пистолет калибра 26 мм и обрез охотничьего ружья. Злоумышленник пояснил, что все изменения в конструкцию внес самостоятельно. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправилось в суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Около двух десятков пешеходов смогли привлечь к ответственности госавтоинспекторы в Сочи. Сейчас на курорте проходит рейд по выявлению нарушений среди тех, кто неправильно переходит дорогу или не пропускает таковых. Итогом только одного дня стали 28 протоколов по адрес водителей и 18 на имя пеших участников дорожного движения. Очень важно предупреждать дорожно-транспортные происшествия именно в курортных городах. По статистике на отдыхе люди часто теряют бдительность и совершают роковые ошибки. Для этого сотрудники ГИБДД не просто штрафуют шоферов и ходоков, а проводят с ними разъяснительную работу. Кроме того, в местах, где наиболее часто происходит ДТП по вине пешеходов, появились дополнительные наряды ДПС. Сотрудники дорожно-патрульной службы привлекают к ответственности тех, кто не желает следовать правилам, а перебегают дорогу там, где им удобно. Андрей Кныпа тоже наблюдал за теми, кто нарушает правила. Предметом его изучения стали краснодарские водители. Кто отличился, сейчас узнаем. Ранее утро, улица Ставропольская, традиционный затор. Водитель белого седана аккуратно пробирается к своему ряду, чтобы повернуть налево. Он успешно пересек все три полосы встречки. И вот, кажется, цель почти достигнута, и автомобиль начинает разгон. Но, увы, в это же время по свободной полосе шофер на серебристом мини-фургоне пытался объехать пробку. Все произошло как в замедленной съемке. Вроде и повреждения не сильные, но приятного все равно мало. Белый кроссовер и серебристая наварка не поделили перекресток. Водитель легкового автомобиля спокойно дожидался своей очереди, чтобы повернуть с Думенко на Алматинскую, как вдруг получил сильный пинок в задний бампер. Это рулевой белого городского внедорожника неожиданно решил ускориться на повороте. Как будто и не видел впереди стоящий автомобиль. Автоледи из белой машины, покинув водительское сидение, оказалась столь же решительной, как и за рулем. А вот шофер серого седана в этой ситуации вел себя нерасторопно. У каждого из водителей собственный взгляд на то, как правильно выезжать на главную. Например, водитель одного белого седана был в корне не согласен с поведением коллеги, двигавшегося впереди. Наверное, по этой причине он и решился подтолкнуть соседа, а тот медленно и флегматично покатился вперед, как будто и не заметил инцидента. В итоге Тарапыга расстроенно оглядел свой автомобиль, несколько раз успел всплеснуть руками, пожать плечами. И только потом из своего убежища появился шофер первого седана. Вот к чему иногда приводит разница в психотипах. Как вести себя на дороге, чтобы не стать виновником ДТП? И что делать, если авария все-таки произошла? Расскажет наш эксперт Дмитрий Бабич. Здравствуйте, Дмитрий Витальевич. Добрый вечер. И сегодня хочу обсудить с вами такую ситуацию. Придворовая территория, и один из жильцов упорно паркует свой автомобиль, вот сейчас мы смотрим, упорно паркует свой автомобиль на газоне. На просьбы соседи не реагируют. Вот подскажите, пожалуйста, что люди могут сделать в такой ситуации? Можно ли вызвать эвакуатор, можно ли как-то с этим бороться? Ну, бороться можно, и разумными методами. Конечно, действия такого водителя заслуживают осуждения. Но дело в том, что сотрудники госавтоинспекции в этой ситуации никаких мер административного воздействия предпринимать не могут. Мы и раньше об этом говорили, но вот Верховный суд в последнем своем постановлении пленума нам дал однозначно понять, что парковка на газонах, парковка на детских площадках. Эти действия водители не образуют составов административного пронарушения, предусмотренных статьей главой 12 Кодекса административных пронарушений. То есть, если бы это речь шла о парковке на тротуаре, если бы это речь шла о парковке под дорожным знаком, другое дело. Парковка на газоне на детской площадке этот состав административного пронарушения не образует. Она образует состав административного пронарушения, предусмотренного законом Краснодарского края об административных правонарушениях, 608 КЗ. Статья 3.12 – это нарушение правил благоустройства, то есть обозначенных муниципальным образованием, установленных муниципальным образованием города. Естественно, это благоустройство при домовой территории, и меры административного воздействия в соответствии с этим законом в отношении таких водителей могут предпринимать муниципальные власти, но не сотрудники госавтоинспекции. Мы не можем не составить протокол, не эвакуировать эту машину, ни при каких обстоятельствах. В случае того же, если хоть часть этого транспортного средства находится на тротуаре или на элементе дороги, который затрудняет проезд или проход пешеходов, да, меры административного воздействия мы примем и это сделаем. Но уже надо гражданам понять, что фотографировать эти машины, прислать нам эти фотографии, звонить в отношении таких транспортных средств, вызывать наряды бесполезно, поскольку мы все равно ничего сделать не можем. Хорошо, тогда получается, что эвакуировать они не могут. А если, допустим, соседи сами пытаются, ну не знаю, там отодвинуть, заблокировать, еще что-то, нарушает ли это закон? Я думаю, что скорее всего нарушать. Все-таки совершать какие-либо действия в отношении чужого имущества вполне может стать чревато. Здесь уже могут появиться другие сотрудники полиции. Может быть, оно повреждено, но это в любом случае какие-то самоуправные действия. Поэтому я бы не рекомендовал так делать. Воздействуйте на этого жителя общеизвестными и принятыми способами. Хорошо, спасибо вам большое. И надеюсь, у нас соседи будут жить мирно. Продолжение следует... Злоумышленника задержали при допросе. Преступник свою вину признал и рассказал, как именно проник в жилище потерпевшего. Нашел фонку, отжал дверь пластиковую, выбил ногой, зашел внутрь. Взял деньги из золота и ушел. Опознать грабителя помогло видео с камеры уличного наблюдения. При отсмотре потерпевший узнал нарушителя закона. Как выяснилось, грабитель неоднократно бывал внутри. Хозяин похищенных денег и украшений нанимал мужчину в качестве разнорабочего, чтобы тот помог с ремонтом жилища. Так у подозреваемого и созрел в голове план наживы. Мужчина похитил пять изделий из золота, а также 20 тысяч рублей, после чего скрылся. Выяснилось, что задержанный, неоднократно судимый 42-летний житель города Сочи, ранее оказывал владельцу дома услуги по ремонту жилища. Задержали предполагаемого грабителя в гостиничном номере недалеко от места преступления. Украденное золото похититель сбыл в ломбард, а все деньги, в том числе и те, что он вынес из дома потерпевшего, уже успел потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Сочинец может снова проститься со свободой на срок до шести лет. Ожидать решение суда обвиняемый будет под стражей. А мы пообщались с начальником уголовного розыска краевого управления МВД Дмитрием Шевцовым. Сотрудник полиции поделился с нами некоторыми секретами, как можно обезопасить от грабителей жилища во время своего отсутствия. Дмитрий, здравствуйте. Скажите, как все-таки не привлечь к себе злоумышленников? Во-первых, должна быть нормальная техническая оснащенность, как домовладение, так и квартиры. По возможности, естественно, на всех остекленных участках, окнах, балконах, лоджиях, по возможности необходимо поставить решетки. Надежная дверь, надежное запирающее устройство. Как минимум, должно быть два замка различных систем. Если речь идет о многоквартирном доме, то, естественно, если имеется возможность с управляющей компанией, должно быть видеонаблюдение в подъезде. И чтобы в подъезде исправно работало освещение, но не было ни горящих лампочек. А вот скажите, дружить с соседями нужно? Предупреждать соседей о том, что ты уезжаешь? Или стоит тоже обезопасить себя и никому не сообщать? Очень часто граждане, которые проживают по соседству, оказывают помощь полиции. Кто-то увидел подозрительных людей, описывают их приметы. Часто обращают внимание на то, что они, допустим, несут в руках, сумки какие-то, пакеты. И даже на каких машинах отъезжают и госномера. Это очень помогает. Собственно, можем ли мы говорить о сезонном всплеске краж? Или все-таки такой тенденции не существует? Не квартирные кражи увеличиваются, Настя. Увеличиваются такие преступления, как, допустим, кража сотовых телефонов. Люди отдыхают, употребляют алкоголь, оставляют там сумочки свои, сотовые телефоны, какие-то там фотоаппараты без присмотра. Как будто в кафе, в каком-нибудь там ресторане, так и на пляже. Этим пользуются те иногородние граждане, которые приехали сюда, ну, заработать деньги неправомерным путем. А вот подскажите, кто находится в большей зоне риска? Городские квартиры или все-таки частные дома на побережье? Кому больше нужно уделить внимание? Я считаю, что в равномерии они находятся в зоне риска. Но вопрос в том, что, смотри, Краснодар, он побогаче, и жителей побольше, и выбора потенциального объекта преступлений тоже побольше. Где-нибудь в сельской местности, Тбилисский район, Каневской район, естественно, там как бы все люди на виду, чужие машины, лица там слоняющиеся без причины и присматривающие что-то, уже находятся, как бы сказать, под более пристальным вниманием. В таких сельских районах преступлений совершается меньше. Расскажите, пожалуйста, какие вы проводите профилактические меры, чтобы предупредить людей, разъяснить людям, чтобы они ответственно относились к тому, что уезжают из дома и оставляют квартиры свободными? Работа с лицами ранее судимыми, лицами, которые в настоящее время совершили преступление, но находятся на свободе, с мерой пресечения, не связанной с заключением под стражу. Как в частном секторе, так и в многоэтажной застройке. В основном люди примерно хотя бы визуально знают, кто рядом с ними проживает и кто в это время в этом месте может находиться. И незнакомые машины, незнакомые лица, естественно, привлекают к себе внимание и обращают на себя внимание. У меня на этом все. Увидимся в понедельник. Хороших вам выходных и пусть они будут не только интересными, но и безопасными. До свидания.